Хочется заметить, что таких слов в свой адрес от западных соседей в Беларуси не слышали давно. Но судя по тому, как развиваются контакты сейчас, не послышалось, что сегодня сближают две экономики и чем мы могли бы обновить новейшие страницы нашего соседства. Вот что по этому поводу думает посол Польши в Беларуси Конрад Павлик. Эксклюзив главного эфира. Господин посол, контакты между Беларусью и Польшей за последний год идут по нарастающей. Сначала к нам приезжал министр иностранных дел вашей страны, позже вице-премьер. На этой неделе глава Сената, кстати, наш руководитель внешнеполитического ведомства тоже был с визитом в Польше, в Варшаве. Да, поменялась и сама риторика в направлении развития динамичного и располагающего к взаимному доверию. Можно ли говорить о том, что белорусско-польские отношения переживают своеобразный переломный момент? Последний год, можно так это определить во времени, это активизация диалога и это важный шаг вперед. Этих визитов было очень много. Мы работаем практически уже во всех сферах, нормализуем наши отношения. Это важные шаги, которые сейчас шаг за шагом пополняются конкретным содержанием. И я подчеркну, что последний визит дает толчок в таких трех основных областях. Это образование, в том числе возможный обмен молодежи, обмен учителями, сотрудничество высших учебных заведений Республики Польша и Республики Беларусь. Кроме того, в ходе этого визита был подписан договор между Польской Академией наук и Академией наук Республики Беларусь. Это тоже новая область нашего сотрудничества, область науки. Тут огромный потенциал обмена не только нашими опытами, но и возможность создания совместных проектов в области науки. И третье – это межрегиональное сотрудничество. Как вы помните, наш маршал Корчевский с белорусской председателем Мясниковой заявили, что в следующем году будут совместно курировать форум регионов. Это новая платформа нашего сотрудничества, которая будет организовать встречи региональных или областных центров, представителей местного или самоуправления, где фундаментом этих контактов межрегиональных будут экономические вопросы. Находясь в Минске, глава Сената Станислав Корчевский сказал о том, что Польша готова стать своеобразным мостом между ЕС и Белоруссией. А политические элиты и ЕС, и самой Польши, имеют ли они между собой консенсус? Да, мы хотим и мы будем иметь хорошие и добрые отношения с Беларусью. Насчет политики Европейского Союза и вообще отношений Европейского Союза с Республикой Беларусь, тоже произошли определенные изменения за последние месяцы. Эти отношения нормализуются. Европейский Союз принял решение о снятии санкций. Польша полностью вписывается в политику Европейского Союза по отношению к Белоруссии. Об этом мосту, о котором вы только что сказали, этим мостом является политика Восточного партнерства, которой Польша и Швеция являлись инициаторами еще несколько лет тому назад. Но и в то же время она переживала тоже не самые активные времена, я думаю, вы согласитесь. Это правда. Любая политика требует изменений, модификаций. Меняется тоже ситуация, в том числе в регионе. Беларусь является частью политики Восточного партнерства. Мы видим тут большие возможности в этом плане. Из этой политики тоже вытекают конкретные механизмы сотрудничества, в том числе и так называемое трансграничное сотрудничество, которое имеет колоссальный потенциал, в том числе тоже и финансовую составляющую. Собирается ли Польша расширить присутствие в белорусском медиапространстве? Этот вопрос обсуждался. Как вы знаете, он будет дальше обсуждаться. До 2005 или 2006 года в кабельных сетях в Беларуси, а прежде всего там, где проживает польское насменьшинство, транслировался польский телевизионный канал ТВП «Полония». Но мы заинтересованы возвратом в эти кабельные сети этого канала. А вот, кстати, в средствах массовой информации появилась информация со ссылкой на наш дюнник, о том, что якобы собирается такой обмен. В Польше собирается закрыть Белсад, и вот взамен этого открыть здесь вещание одного из польских каналов по кабельным сетям. Обсуждается ли этот вопрос сейчас? Я бы сказал так. Обсуждается вопрос телевидения «Полония» и телевидения «Культура». Это два канала тематические, которые работают не только в Польше, но они транслируются спутником практически, если не на Европу, то на весь мир, как телевидение «Полония». Вопрос Белсада – это совсем отдельный вопрос. У этой станции есть тоже уже длинная история, она работает уже несколько лет. Но этот вопрос отдельный. То, что обсуждалось, это был вопрос от польского телевидения и его, на самом деле, возврата к той ситуации, которая была до 2005-2007 года. Господин посол, спасибо огромное, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Спасибо.